Итак, господа, друзья, товарищи, всем привет! Я люблю посравнивать что-нибудь. Ну, вы знаете, да, я периодически это делаю специально для вас. Мы берем одни лампы, сравниваем с другими, смотрим, что из этого лучше. Ребята, иногда у нас происходит замена какого-нибудь ассортимента в пользу чего-то нового и более надежного, и более яркого, и более интересного. И вот сегодня заявкой на победу хочет заняться непосредственно давкнай. Серии ламп F31, друзья. Вот такая вот компактная лампочка F31 Mini. И если вы не знаете, что это такое, значит, вы не были в городе Воронеж, а в городе Воронеж этими лампами, в принципе, некоторые занимаются. Но они в пластике, друзья. Прям такой светло-светло-серебристый пластик F31. Это не давкнай, ребята. Ну, о, эти лампы существуют, они хреновенько светят. Они выглядят, ну, почти так же, только они в пластике. Эти в металле, а те в пластике, ребят. И вот, ну, как бы, коробка практически такая же. Ну, коробку купить на китайском рынке, ребят, любую можно заказать. Вообще, вам сделают любую. Стоить это будет относительно недорого. Ну, и потом, естественно, то есть, хотите, свои лампы заказывайте, вам произведут. Хотите, там, другие берите в них, укладывайте. Поэтому, вот, как бы, так. И давкнай делает свои лампы F31. Это вот F31, это, грубо говоря, ну, как вам сказать, вот Deonexi. Да, какие колеса, какой мотор, что туда запихнули, какие зеркала поставили, какая музыка внутри. Это уже все на усмотрение непосредственно самого человека, который эксплуатирует данную машину. Тут, в принципе, вся та же самая потеха. То есть, давкнай берет конструкцию, запихивает свои чипы, подачи тока, платы, внутренние, комплектующие и прочая всякая штука. Все, и вот давкнай F31, ребят. Что мы видим из коробки? Да ничего мы не видим из коробки. Как всегда, сбережение энергии там лучше светит. И что там еще? И дольше ходит лонг лайф и прочее. Все стандартно. Светит просто космически. И, хоть это дешевая серия ламп, это цоколь H4. И сегодня у нас на тесте H4, друзья. Ну и как, типа, выглядит лампа ее размера. Все, ребят, все. Соответственно, берем лампочку и рассматриваем. Вот такая вот лампа нам достается, друзья. Это давкнай F31. Что мы видим? Стандартная вилка, плотно приходящий провод в саму лампу. Это даже многие более дорогие лампы не могут себе позволить. А, пожалуйста, F31 сделано. Металлический кулер. Вот это вот охлаждение такое, темно-серое. Это металл. Металлический цоколь. А, кстати, по-моему, на пластиковых F31 там цоколь пластиковый. Тут металл, друзья. Тут прям вот он. Он прям металл. Металл, металл, металл. Вот, соответственно, вот таким вот нехитрым способом вы ищете пазики, чпок. Где тут оно? Где-где? Вот оно. Оп! И все. Выставили проводом вниз, напоминаю. Шторочка. Все. Под чипами должно быть. Чипы ближнего и дальнего света. Вот такая вот красота, ребят. Все компактно, аккуратно. В металле. ДАВКНАЕ предлагает вот этой лампой заменить уже всем полюбившуюся и недорогую лампу Бравия, ребят. Ну вот. Это Бравия. Это стандартная дешевая лампа от Бравии, друзья. Также вилочка. Также приходящий зафиксированный в корпус провод. Но здесь уже, пожалуйста, пластиковая обоима на кулере. Дальше металлические, конечно, охладители. Это алюминий, ребят. Дальше вот пластиковый цоколь, пожалуйста. Это, ну, как бы не мешает Бравии нормально светить, работать. Ну и, соответственно, лампа. И что мы видим? Абсолютно другая конструкция, другая шторка, друзья. Если мы сравниваем по размерам, то, в принципе, это пуля в пулю один и тот же размер ламп, ребят. Если вот их сопоставить, вот так вот поставить, то, в принципе, вот они по размеру, ну, идентичны друг дружке, миллиметр в миллиметр. Что самое интересное, что заметил я. Чипы находятся на разном уровне, друзья. Если вот так их сопоставлять и рассматривать, у Бравии, ребят, вот у этой лампы чипы сидят выше, дальний на том же уровне, а вот ближний сидит повыше. И сами чипы побольше. У Довкная чипы покороче, покомпактнее и сидит ближнего чип ниже. Сама лампочка, видите, чуть-чуть подальше. Но это не мешает, это не упрет там никуда, ни в колпачок отсечения света. Шторки по-разному сделаны и, соответственно, чипы сидят на разном уровне. Все остальное, в принципе, идентично. Это лампа H4, что там может быть разного. Но, короче, вот интересно. Если вот эта штука засветит лучше, то, соответственно, мы Бравию больше в 6500-6000К не возим. Начинаем возить до Втная. Ну, в принципе, все элементарно. Поэтому вы сегодня становитесь, так скажем, обозревателями истории, друзья. То есть на ваших глазах создается история. И вот посмотрим, что из них будет поинтереснее в свете. Поярче, помощнее, с более ровной СТГшкой на ближнем. И в чем мы это все сравним. Ребята, у нас есть два рефлектора. Итак, первый рефлектор. Это у нас, кто это у нас? Лачити. Лачити. Лачити с колпачком отсечения света перед лампочкой, друзья. Это хорошо. То есть это посмотрим, как это будет светить и та, и другая лампа. Второе у нас есть. Это рефлектор Соляриса. Да, это рефлектор Соляриса, друзья. И тут тоже H4. Но тут, как видите, нет колпачка перед лампой отсечения света. Поэтому тут будет лампам посложнее соревноваться. И вы уже наверняка видели, в чем разница, да, в том или ином рефлекторе. Одних и тех же ламп. Поэтому поставим, посмотрим, сравним. И выявим, кто из них лучше. В сегодняшнем тесте. Переходим. Итак, ребята. Ну что же. Выбираем самую яркую из бюджетных H4 ламп. То есть F31 или Bravia. Bravia возим. Зарекомендовала себя. Но хочется что-нибудь новое. Да, в Кнай предлагает новинку. Поэтому посмотрим. Сейчас в одном сначала рефлекторе эти две лампы. Потом в другом рефлекторе. Сначала с колпачком от сечения света. Потом без колпачка от сечения света. Потому что без колпачка от сечения света будет сложнее этим лампам показать СТГ. Погнали. Ну, ребят, сегодня усложняется задача. Мы нашли, куда надо посветить СТГ. Саня говорит, ладно, на ту стену. Давай посмотрим. Давай ближний. Это Bravia, друзья. Это Bravia синяя жопа. И смотрим он туда. Да, Сань, давай. Заходи. Погажем. Итак, ближний, господа. Смотрим. Вот такая вот штучечка у нас получается. То есть мы ее можем покрутить. Попытаться поднастроить. То есть и в принципе у нас есть прям вот ровная СТГ. Но слева есть какое-то пяточко. То есть это вот так вот светит. Это ближний, друзья. Это ближний. А теперь включаем дальний. Вот такой вот пучок. В принципе, ближний, дальний, ближний, дальний, ребят. Это Bravia. Ребят, ну что, да в Кнай. Вот она серенькая. Перемещаемся туда и смотрим. Ну, максималочка, да. Так, что у нас здесь есть? Вращаем. И, ребят, смотрите, СТГ более ровная, более четкая, друзья. Можно получить. И по яркости чуть-чуть поинтереснее. Чуть-чуть, самую малость. А так-то, в принципе, ну, блин, прям ровно. То есть полочку можно прям поставить. И пятна как таковой, такого прям ярко выраженного слева нет. Давай посмотрим дальний. О, дальний интересный. Базара нет. Ближний, дальний, ближний, дальний, ребят. Ближний, дальний, дальний. Так, ребят, и на секундочку скажу. Вот вы смотрите на ближний. А там до здания метров 150. Вот до того здания, если пешком идти, метров 150, ребят. Вот так мы теперь смотрим. В такую дальнюю. Что, господа галогеноверующие? Острым? Хе-хе. Без колпачка отсечения света. Вон, на той стене 150 метров. Да? Вы же там все верещите, что галоген свет. Сейчас покажем. Пойдем, Сань. Давай, давай, давай. Итак, ну что же, ближний. О, какая яркость. Сань, как ты думаешь, он вообще, да, светит? Еле какое-то блядное пятно, друзья. Ладно, может дальний, да. О, мать моя женщина, куда же ты светишь? Ближний. Не, ну, тускло. Вот что надо вот прям подметить. Это очень тускло. Очень тускло, ребят. Прям, ну, полка есть. Вот это галоген так светит. Без колпачка отсечения света. Итак, друзья, вы посмотрели экшн. Галоген вот в этом вот рефлекторе. Без колпачка отсечения света. Сейчас мы поставили сюда бравию. И смотрим теперь, как светит бравия в этом рефлекторе. Вот там, на стене. 150 метров до стены. Погнали. Ну что, ребят, о, некрасиво. СТГ нет, да. О, блин, аж четверка. Четверка, смотрите, как влево слепит. Ой, ой, чуть-чуть покрутить, чуть-чуть покрутить, чуть-чуть повращать. И прям смотрите, какая СТГшечка, друзья. И насколько яркость-то выше, чем у галогена. Белый, кайфовый свет. Вот вам бравия, друзья. Вот вам бравия, ребят. Вот она, кайфовая. Вот дальний, вот пучок дальнего. Не то, что там, куда ни попадя. Это осром, мать его, заново. А вот ближний. Вот дальний. А вот ближний, ребят. Шикарное решение. На самом деле, прям кайф. Реально, светит очень круто. Итак, господа. Это Дафнай, F31. И смотрим мы его снова на стене. Смотри, давай туда переводимся. Так, включаем ближний. Ох, какая полочка сразу. Слушай, даже практически вращать не нужно. Да посмотри, как классно. Блин, кладет свет великолепно. Мне прям безумно нравится. Посмотри, насколько ровненько все, да? То есть прям яркость на уровне. И прям полка отличная. Лучше, чем у бравия, ребят. Правда. И здесь, значит, включаем дальний. Ну, пятно прям хорошее. Прям отлично. Вот ближний, ребят. Вот дальний. Вот ближний. Вот дальний. Великолепно. Великолепно, друзья. Несколько раз круче, чем обычный галоген. Это прям точно. Итак, друзья. Ну, что хотелось бы сказать в конце. Блин. Что одна лампа великолепна. Что другая лампа великолепна, друзья. Разница в цвете. Я на это не обратил внимания. То есть именно вашей не сфокусировал. Но она есть. Довкнай светит более белым цветом. Правее светит более синеватым цветом. Ребят, в этом есть разница. По яркости. Да, мы сравнили в одном рефлекторе, сравнили в другом. Ребят, тут реально до стены метров 150. Я охренел. Ближний светит у диодов на метров 150. Галоген, ну, прям вот тускло, друзья. То есть если сравнивать замену обычного стандартного галогена на недорогие диоды. Да, ребят, вот тут прям меняйте. Прям 100% меняйте. Света больше получите в несколько раз. Мы впервые вот здесь вот тестируем в рефлекторе лампы. Аж четверки, любые другие. То есть просто на тачке, да, сюда приезжал. Вот тут показывал вам. Ребят, вот туда мы никогда не светили. Тут просто великолепное поле для деятельности. Разницу видно прям шикарно. Довкнай светит ярче, чем Бравия. Это факт. Это вот прям невооруженным глазом немножечко. Ну, видно, что Довкнай поинтереснее. Он цвет дает более белый, нежели более холодный. Поэтому, ребят, да, Довкнай прикольная тема. Бравия, ну, уже она немножко людям поднадоела. Поэтому есть смысл поменять. Цена одинаковая, гарантия одинаковая. Довкнай дает света побольше. Свет поинтереснее, побелее. То есть менее холодный. Но, опять же, Бравию мы оставляем в 4300. Довкнай такой же будет еще и в желтом свете, друзья. Поэтому, если будет интересно, в желтом свете вот все то же самое. Только желтый свет будет у Довкная. Поэтому мы, в принципе, можем собрать из двух этих брендов интересную линейку. То есть в одной ценовой категории, с одной и той же гарантией, но три разных цвета. В принципе, хорошее решение, я думаю. А так и та, и другая лампа достойны. В свои деньги светят отлично, лучше, чем галоген. Ребят, ну, прикольная тема на самом деле. Поэтому выбирать, конечно, вам. Я вам лично рассказал то, что думаю. Сашка, в принципе, вот смотрел за камерой и видел все то же самое. Мнения не расходятся. Мы в этом плане схожи по мнению. Ребят, кайфово. На самом деле диоды есть смысл ставить. В дешевом свете, конечно, лучше теплые. Он поярче воспринимается зрением. Его кажется больше. А если в холодном, прикольном, да, вот дешевый сегмент. С колпачком от сечения света лампы понравились меньше, чем без колпачка от сечения света. Это без колпачка как-то прям поярче, поинтереснее. С колпачком ровность, да, но что-то вот как-то потускнее. Поэтому это лично мое, опять же, субъективное мнение. Если вы со мной согласны, то с вас лайк, подписка на канал обязательно, символ колокольчика. Ну и, естественно, комментарии в вашем распоряжении. Спасибо. До новых встреч. Всем добра. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok